Ты – это одно 31 мая 1922 года Добрый день! Я приветствую вас от всего сердца. Я люблю каждого из вас, независимо от того, что вы делали в прошлом, независимо от того, что вы делаете сейчас. Любовь не обусловлена. Я могу только любить вас. Я не могу этого не делать. Потому что я люблю свое истинное «я». А мое истинное «я» – всепроникающее. Поэтому я люблю вас настолько же, насколько я люблю себя. Так что я от всего сердца могу сказать, что люблю вас, что все хорошо и что все разворачивается как должно. Что нет никаких ошибок. Что все на своем месте и что это действительно так. Сегодня утром, когда я, как обычно, гулял в парке со своей собакой, я встретил даму, с которой никогда раньше не разговаривал. Мы начали говорить о духовных вещах, и она спросила меня. «Роберт, вы признаете, что Бог создал Вселенную?» На это я ответил так. «Да, я признаю, что Бог создал Вселенную. Но я есть тот, кто создал Бога». Когда она услышала это, у нее челюсть отвисла. Смех. «Могу себе представить!» Смеется. «Она остала и ушла». Смех. «Она испугалась. Она подумала, что вы, эго-маньяк». Смех. «Я только сказал правду вслух. Разве я сказал ей, что Роберт создал Бога? Разве я сказал ей, что я, эго, создала Бога? Я сказал ей, что я есть тот, кто создал Бога. Другими словами, я есть то, татва масси, вездесущность, абсолютная реальность, чистое осознавание. Бог происходит из этого. Я знаю, что большинству из вас очень трудно почувствовать, что Бог происходит из нас, ибо мы были воспитаны в западной традиции, где это называется кощунством. Мы должны верить, что есть человекоподобное божество, называемое Богом, которое сидит где-то в небесах на большом белом облаке, разит молнией тех людей, которые ему не нравятся, и благословляет тех людей, которые ему нравятся. Другими словами, мы сами создали Бога в своем собственном изображении. Но что есть Бог? Слово «Бог» в западной традиции означает абсолютную реальность. Брахман, Шива, Вишну, все боги, вся мудрость Земли обозначается одним словом и называется Богом. Тем не менее, большинство из нас очень боится использовать это слово, потому что мы считаем, что неправильное использование этого слова – это кощунство, за которое мы будем наказаны. Кто накажет нас? Бог. Тогда вы должны верить, что Бог – это человек, поскольку он или она имеет силу для того, чтобы наказывать, и силу для того, чтобы благословлять. Нет такого Бога. Если вы придерживаетесь христианской веры, то существует сознание Христа. Если вас интересует буддизм, то есть природа Будды. Есть Дава, есть Аллах и множество других имен Бога. Однако в Эдвайто-Виданте мы узнаем, что если у нас не было собственного переживания, то этот Бог есть творение ума. Именно мы создаем этого Бога. Но не мы, как Стив, Дана, Роберт или Генри. Это человеческие имена. Это человеческие понятия. Бога создает истинное Я, то вечное истинное Я, всепроникающее, вездесущее. Если бы вы только знали, что находится внутри вас, чем вы действительно являетесь, вы бы смеялись до упаду. Вы были бы полны блаженства, полны радости, полны счастья, полны гармонии. То, что находится внутри вас, невыразимо. Оно не может быть объяснено. Это такая красота, такая радость. Когда вы знаете, кто вы есть, и вы взываете к этому, тогда вы обладаете вечным счастьем. Именно поэтому в конце занятий я всегда говорю, поклоняйтесь себе, преклоняйтесь перед собой, молитесь себе. В конце концов, кому вы должны молиться? Небу, луне, звездам? Ведь они также происходят от вас. Вы единственный. Вы должны обратиться внутрь себя. Я помню, сколько раз я говорил об этом. Но некоторые из вас по-прежнему уходят домой и беспокоятся, и молят Бога о помощи и поддержке. Вы молитесь какому-то человекоподобному божеству, живущему высоко в небе, чтобы оно жалилось над вашей душой и так далее. Если бы вы были в детском саду, то это было бы нормально. Но как только вы вышли из этого детсадовского возраста, вы должны каким-то образом понять, кто вы есть на самом деле. Вы – это не тело, которым вы кажетесь. И это не вы. Это проявление ложь. Это ложные впечатления. Это майя, великая иллюзия. Однако кажется, что мы живем в мае. Так почему бы не использовать лучшее, что есть в мае, чтобы сделать себя счастливыми? Вызывайте к силе, которая есть внутри вас, к свету, который есть внутри вас, чтобы они избавили вас от ваших страданий, от ваших несчастий и всех вещей, которые, как кажется, беспокоят вас, раздражают вас и докучают вам. Взывайте к Богу вашего собственного существа. А еще лучше вообще не взывать к Богу, а сидеть в истине, сидеть в безмолвии, вашей собственной сварупе, вашей собственной реальности, вашей собственной природе. Сидите в этом безмолвии, где вы один и нет никаких других. Однажды вам придется начать делать это. Так почему бы не начать прямо сейчас? Зачем продолжать играть самим собой в прятки, считая, что пришел Бог, который создал вас, и вы должны снова увидеть Бога? Вам больше не нужно играть в прятки. Вам нужно понять, что Бог никуда не приходил. Бог никогда ничего не создавал. Бог есть не что иное, как ваше собственное истинное Я, абсолютная реальность. Вы есть то, красота, вечная радость, счастье, покой, блаженство. И это ваша природа. Это единственное существование. Нет ничего другого. Если бы вы поняли то, о чем я говорю, разве вы боялись бы чего-нибудь? Разве было бы что-то в этом мире или любом другом мире что-то такое, что могло бы вас напугать или каким-то образом причинить вам вред? Чего бы вы боялись? Вы единственный. Нет ничего, что может извне прийти к вам и причинить вред, если вы сами не позволите этого. Вы позволяете этому произойти, веря в то, что вы человеческое существо, наполненное мыслями, страхами и разочарованиями. Что вы человеческое существо, которое было рождено, проходит через определенные переживания и затем кажется умирающим. Когда вы перестанете думать об этих вещах, тогда это не будет иметь никакого смысла. Вы родились. Никто не знает почему. Кажется, что у вас есть переживания, а когда вы наконец собираетесь с мыслями, тогда приходит время уходить. Куда вы идете? Что с вами происходит? Вы идете в никуда. Идти некуда, потому что вы никогда из ниоткуда не приходили. Вы остаетесь такими, как вы есть, чистыми и спокойными. Это замечательная новость, но вы должны испытать это на себе. Как вы можете сами испытать это переживание? Отпуская все другое, выбрасывая разочарование, жалость к себе, мысль о том, будто кто-то пытается что-то сделать вам, и потому вы должны защищать себя, вы должны охранять себя, так, чтобы никто не мог причинить вам вред. Кто хочет причинить вам вред? Кто может что-то сделать вам? Если бы вы согласились с тем, что все разворачивается так, как надо, и что все находится на своем месте, то как можно было бы причинить вам вред? Как есть сила, чтобы вред? Откуда бы она взялась? Разве вы не видите, что если истина вездесуща, если реальность всепроникающая, то откуда может взяться хоть какое-то место для чего-то еще? Всепроникающая доброта заполняет все пространство и все формы, так что ничему другому просто неоткуда прийти. Существует только одно, и вы есть то, почему вы не верите мне? Это истина. Конечно, когда вы начинаете думать, когда вы позволяете своему несуществующему уму думать, вы портите это. Как можете вы позволять думать уму, который не существует? Разве вы не видите, что сами из себя делаете дурака? вы прислушиваетесь маленькое я. Вы играли в прятки, веря в то, что вы это маленькое я, личное я, которое должно построить свою жизнь. Вы все еще не можете понять, что когда вы полностью все отпускаете, приходит другая сила. Эта сила называется истинным я, и она занимает место вашего ума, так что кажется, что вы все делаете правильно. И вы оказываетесь в нужном месте. Вы обнаруживаете, что правильные действия буквально струятся в ваших венах. Вы обнаруживаете, что делаете те вещи, которые вы должны делать, и что все хорошо. Вы должны прекратить думать и перестать верить в то, что есть хоть какая-то сила, которая существует отдельно от вас. Пока вы считаете, что такое происходит, вы сами временно создаете эту силу. На самом деле нет никакой силы, которую нужно было бы создавать. Но кажется, что вы создаете силу под названием дьявол. Тогда вы должны убить дьявола, например, сделав десять тысяч поклонов или прочитав двадцать пять тысяч раз молитву «Погородица Девы Радуйся» или с помощью других методов, изобретенных различными религиями, для того, чтобы сделать вас покорными. Пробудитесь, станьте свободными. Нет никого, кому вы должны были бы привязываться. Нет никого, кому вы должны были бы поклоняться. Вне вас нет никого, кого вы должны были бы бояться, ибо вы сами создали все эти вещи в своем собственном уме. Вот почему я так часто подчеркиваю «перестаньте думать», потому что именно творческие мысли создают для вас ваш мир. Все, что вы видите, все существование есть только потому, что есть вы, потому что вы существуете. Куда деваются эти вещи, когда вы находитесь в глубоком сне? Они исчезают, они больше не существуют. Но как только вы просыпаетесь, ваш мир становится реальным для вас. Ваш мир такой, как вы его видите, такой, как вы о нем думаете. Всякий раз, когда я общаюсь с вами, когда я обедаю с вами или встречаюсь с вами по другому поводу, я всегда хочу послушать вас, ибо ваши разговоры показывают мне, что вы видите и где вы находитесь. Я вижу, насколько серьезно вы относитесь к тому, и насколько вы серьезно относитесь к этому, что раздражает вас, что причиняет вам боль, в чем вы разочаровываетесь. Я не могу сказать вам, чтобы вы забыли об этом. Смех. Будьте счастливы, не думайте об этих вещах, это все глупости, потому что если я скажу это некоторым из вас, то вы будете в некотором роде оскорблены, вы будете чувствовать себя смешными и будете думать, что мне нет до вас никакого дела, вам будет казаться, что мне наплевать на ваши проблемы. Но я пытаюсь сказать вам, что у вас нет никаких проблем. Читайте по губам. Смех. Нет никаких проблем. Но вы можете сказать, но это же происходит в моей жизни, и со мной случается то, со мной случается это. Это не проблема. Это ваша система убеждений. вас воспитали так, что вы считаете одни вещи ужасными, а другие прекрасными. Соответственно, вы живете в мире такого типа, в мире двойственности, в мире хорошего и плохого, правильного и неправильного, в мире подъема и падения, в мире движения вперед и назад. Поэтому вы все чувствуете. Почему бы не отпустить все это? Сделайте это. Не думайте больше об этих вещах. Просто перестаньте думать. Ловите себя каждый раз, когда вы думаете. Ловите себя и осознавайте того, кто думает. И это останавливает ваши мысли. Например, в вашем уме есть мысль о болезни, смерти, нехватке чего-то, о каком-то ограничении. Не забывайте ловить эту мысль, прежде чем она станет сильнее, и просто смотрите на нее. Наблюдая того, кто наблюдает мысли, вы ловите себя. Это все происходит само по себе. По мере того, как вы все больше и больше ловите себя, вы начинаете понимать, что вы наблюдатель, который наблюдает за тем, как вы наблюдаете мысль. И тогда вы начинаете смеяться. Жизнь будет беспокоить и раздражать вас до тех пор, пока вы уверены, что вы есть тело и ум. До тех пор вы должны будете проходить через всевозможные переживания. Именно по этой причине я так часто говорю вам «станьте собою». Поймите, кто вы есть. Поймите, что только личное я причиняет вам все эти неприятности. Если обстоятельства изменятся, то они несомненно превратятся в новые обстоятельства. Если у вас есть проблема, то вы не решаете проблему, решая проблему. Вы решаете эту проблему, добираясь до ее источника, ибо если вы будете работать только над средствием проблемы, то будут появляться новые следствия. Если вы будете работать только над эффектом, возникающим из-за проблемы, то будут возникать все новые эффекты. И это никогда не закончится. Вместо этого идите к источнику, а источник это я, личное я. Убейте я, уничтожьте я. Когда я будет разрушена, вы станете свободны. быстрый способ уничтожения я заключается в том, чтобы просто глядеть на него, смотреть на него, наблюдать его, следить за ним. Когда вы наблюдаете я, оно уходит. Ничто не любит, когда на него глазеют, не правда ли? Если вы, встретившись со своим другом, вдруг вы ставитесь на него в упор, то ваш друг уйдет от вас, он подумает, что вы псих, он будет прав, и он покинет вас. Это относится и к личному я. Когда личный я нападает на вас, пугая вас, заставляя вас верить, будто что-то реальное, тогда вы просто смотрите на него, просто глядите на него, наблюдайте его, следите за ним, и я могу пообещать вам, что оно уйдет, оно не останется рядом с вами, вам даже не придется пройти через процесс самоисследования, который некоторым из вас кажется длительным, поэтому смутите я, наблюдай за ним. Конечно, вы можете понять это и сделать это только тогда, когда вы понимаете, кто вы есть, и когда у вас есть сила, чтобы сделать это. Существует только одна сила, и вы ее получили. Все могущество – это единственная сила. Вы есть эта сила. Таким образом, с этого момента вы не позволите вашему уму снова предавать вас. Вы не позволите уму рассказывать вам что-то такое, что сделает вас несчастными или заставит поверить, что-то где-то неправильно. Вы поймете, что нигде нет ничего неправильного. Просто все разное. Но все происходит для окончательного блага. Начните любить истинное «Я». Я знаю, что для некоторых из вас это действительно трудно, по-настоящему любить свое истинное «Я», которое на самом деле есть вы. Попробуйте стать перед зеркалом и любить себя. Некоторые из вас не сумеют сделать это. Держу пари, что есть люди, которые даже не хотят смотреть на себя в зеркало. Они не могут смотреть на себя в зеркало даже минуты. Попробуйте, и вы увидите, что я имею в виду. Поэтому, глядя в зеркало, старайтесь видеть Бога, а не физическую форму. Старайтесь видеть сияющий свет, исходящий от вас. Видеть блаженство, видеть чистое сознание, видеть абсолютную пустоту, видеть истинное я. Начните практиковать это упражнение. Сначала смотрите в зеркало минуту, затем переходите на две минуты, три минуты, четыре минуты, пять минут. Смотрите на себя. Примите для себя следующую истину. Я есть Брахман. Я есть абсолютная реальность. Я есть безграничное пространство. Я есть Атман, совершенный интеллект, один без второго, всепроникающее, совершенное, истинное я. Что если вы будете говорить себе это каждый день? Как вы думаете, что произойдет? Если бы вы каждый день смотрели в зеркало и выполняли эту практику, то вы бы превратились в Бога, которым вы являетесь, и вы бы нашли покой, полный мир, абсолютную любовь. Зная эту истину о себе, начните прямо сегодня. Держитесь крепко за эту истину, которая заключается в том, что вы это сила, а Бог это изобретение вашего ума. Нет никакого внешнего Бога, Бога, находящегося не вас. Вы единственный. Знайте это, будьте этим и станьте навсегда свободны. Пришло время игры поставив гору в тупик. Смех. Есть ли у нас какие-то тупики? Мэри разворачивает листок с первым вопросом? Роберт, похоже, что тут написано с обеих сторон. Вопрос. Может ли Аватар помочь в духовном путешествии к Мокше? Какова причина переселения? Вопрос номер один. Может ли Аватар помочь в духовном путешествии к Мокше? Аватар означает воплощенное блаженство Бога, которое воплощается в человеческом существе. Аватар, подобно мудрецу, служит катализатором для вашего раскрытия и вашей духовности. Аватар может сказать вам истину. Поделиться с вами вашей реальностью и путем вашей полной сдачи вашему истинному Я может сделать вас таким же, как Аватар. Другими словами, если вы идете к мудрецу, то вы отпускаете все, что прежде было в вашем уме. Вы отпускаете ваши мысли, вашу привязанность к своему имуществу и ко всему остальному. Милость мудреца присутствует повсюду, но вы никогда прежде не могли чувствовать эти вещи, ибо вы были покрыты всеми возможными иллюзиями, самскарами, вы были потеряны в самсаре. Когда вы идете к Аватару и предаете себя в его ног, то вы сдаете Аватару все ваше барахло, весь тот хлам, который вы тащили с собой так много лет. Вы опустошаете сами себя, и мудрец принимает все это от вас и обменивает это на милость. То он должна быть полная искренность. Мудрец должен быть человеком, испытавшим переживание истины, живым воплощением истинного я. В противном случае он не сможет дать вам ничего, кроме того, чем он или она обладает. Так что если вы найдете Аватара или мудреца, то вы должны быть уверены в том, что мудрец это действительно истинный я. Как можете вы быть уверены, будучи правдивым со своим истинным я? Если вы мошенник или жулик, если внутри вас есть что-то, что заставляет вас делать всяческие глупости, то вы будете привлечены к мудрецу, обладающему точно такими же моральными качествами. Но это в определенной степени даже хорошо, потому что это показывает вам, что вы ищете. И вы можете исправить себя и стать настоящим человеком сострадания любви. Тогда вас притянет к более высокому мудрецу. Так что все как обычно. Все всегда начинается с вас. Вы единственный. Вы находитесь там, где вы сейчас должны быть. чтобы вы по этому поводу не думали. Познайте себя, любите себя, молитесь себе, будьте самими собой, и вы всегда будете в нужном месте. Вы будете идти выше и выше, пока наконец не пробудитесь полностью абсолютно, и вы будете свободны. Вторая часть вопроса. Какова причина переселения? Вера в то, что вы это тело. Что же еще? Пока вы верите, что вы это тело и ум, что вы человеческое существо, вам будет казаться, что вы должны умереть, а затем вернуться, как что-то другое. Все равно во что. Например, вы можете вернуться тараканом. Мышью, мышью, фредом, даже фредом, смех. Вы можете вернуться, как что угодно, но этого даже не существует. Тем не менее, если вы уверены, что вы есть тело, то это случится. Потому что именно вы делаете так, чтобы это произошло. Вы верите в эти вещи. Так что вы должны верить в то, что вы истинное Я, и начать работать над своим Я, пока вы не станете истинным Я. После этого забудьте о переселении, потому что ничего подобного не существует. Вопрос. Важно ли поставить учение на первое место, чтобы стать самореализованным? Какая еще причина будет ума, чтобы сделать это? Я прочитаю это еще раз. Если необходимо поставить учение на первое место, но не для того, чтобы стать самореализованным, то какая другая причина будет ума для того, чтобы сделать это? Я всегда говорю вам, не думайте о самореализации. Просто выполняйте свою работу, и все само позаботится о себе. Когда вы работаете над собой, ум становится подвластен вам. Вы заметите, что контролируете свое. Вы говорите ему, что он должен делать, а не он диктует вам, что должны делать вы. В конце концов он полностью исчезнет. Таким образом, уму не нужен повод. Вы беретесь за своем, вы начинаете контролировать своем, вы принимаете полную ответственность за ваш ум. Другими словами, раньше ваш ум говорил вам примерно так. Ах, какая польза от этого, я лучше пойду в кино, я лучше пойду в боулинг, у меня нет времени на то, чтобы подумать о себе или о реальности. ум контролировал вас. Но теперь в своей практике вы доходите до точки, где вы принимаете ответственность на себя. Когда ум пытается сказать вам, что хорошо было сходить выпить в бар, вы только смеетесь. Все, что вам нужно сделать, это посмеяться над своим умом. Тогда мысль исчезает, она рассеивается и уходит. вы контролируете свой ум. Затем наступает день, когда ум полностью, совершенно, абсолютно исчезает, и вы становитесь свободны. Вопрос. Скажите, Роберт, на самом высоком уровне существует ли джняня? «Если бы реальность была пирогом, то какой процент от него составляли бы вы?» Ученики смеются. «Не смотрите на меня так!» смеется. Слово джняния, мокша, самореализация, все это слова, соответствующие человеческому уровню понимания. Чтобы попытаться дать вам понять, что есть место, которое является вашим настоящим домом. И это место безмолвия. Там, где нет слов, только полное безмолвие. Это безмолвие есть свобода, которую вы ищете. Имена, которые мы даем ей, мокша, освобождение, самореализация, нужны только для того, чтобы вы поняли, что есть что-то еще. Вот почему я всегда говорю, не гонитесь за самореализацией, потому что вы уже самореализованы, вы уже есть то, незачем гнаться, нечего искать, вы уже то, будьте тем. пирогом. по поводу вопроса. Если бы реальность была пирогом, то какой процент от него составляли бы вы? Кому вы задаете вопрос? Джняни или Аджняни? Если Аджняни отвечает на подобный вопрос, то не будет Аджняни? Нет никакого пирога. Никогда не было никакого пирога. Никогда не будет никакого пирога. Нет никаких процентов. Эти вещи нужны только для того, чтобы Аджняни могли обсуждать, спорить и вести дебаты. Для того, чтобы признавать существование подобных вещей, должен быть ум. Вы видите, что делаете? Вам интересно вычислять проценты? Ученики смеются. Будьте своим истинным я. Будьте всем пирогом. Вопрос. Роберт, вы говорите «все предопределено». Когда же приходит свободная воля? «Для кого это предопределенность?» Еще раз, предопределенность это для человека, который считает, что он это тело. Насколько я понимаю, вы полностью свободны от этого. Вы есть полная свобода. Перестаньте думать, что все предрешено. предопределено только когда вы думаете, что вы человек, что вы это тело, что вы существуете как личность, как место или вещь. Но если вы не чувствуете этого, если вы не делаете этого, то какая может быть для вас предопределенность? Нет никакой предопределенности. Я иногда говорю это вам, чтобы вы поняли, почему вы чувствуете, будто вы существуете как тело, потому что было предопределено, чтобы вы пришли сюда. Но вы делаете это все сами. Свобода, которая у вас есть, заключается в том, чтобы понять, что ничего не предопределено, и вы не должны ни на что реагировать. Когда вы больше не реагируете, то предопределенность больше не работает. До тех пор, пока вы ведете себя как человек, все кажется предопределенным, все. Но если вы спросите себя, кому это приходит, для кого это предопределенность, то вы станете совершенно свободны, и это слово не будет ничего значить для вас. Поэтому думайте, кто вы есть. Вы хотите что-то сказать, Клайд? Все предопределено для нас, потому что мы являемся одним? Конечно. Существует только одно. И это одно есть вы. А потом, если мы убираем с пути наше эго, если эго не управляет нами, а нами управляет одно, и тогда мы не должны беспокоиться о том, что делаем, потому что мы всегда делаем то, что нужно. Точно. Пережив записи Воля это то же самое, что предопределенность. Но я имею в виду отсутствие воли или свободную волю. Воля нет до тех пор, пока вы не оставите меня по своей воле. Смех. Хотя нет ничего другого, чтобы вызвать это, то, что происходит. Да я у нас правильно. Нет свободной воли, нет реализации, нет мокши, нет заблуждения. Я имел в виду, что мы, как эго, всегда хотим представлять, что мы свободны и можем делать все, что захотим. Да. Тогда получается, что когда мы убираем с пути наше эго, тогда мы принимаем происходящее. То есть мы делаем то, что хотим, потому что мы всегда хотим делать правильные вещи. Мы должны быть очень осторожны, когда обсуждаем эти вещи, потому что новичок, недавно пришедший сюда и никогда ранее не слышавший об этом, будет полагать, что он имеет свободную волю для того, чтобы причинять вред другим людям, делать с другими что угодно. Вы должны быть очень осторожны, когда думаете об этих вещах. На самом деле нет ни свободной воли, ни предопределенности. Есть только истинное я одно. Но когда вы думаете о том, что вы связаны, то вы также думаете о свободе воли. Вы видите, что они идут рука об руку. Желая освободиться, связанный человек думает о свободе воли. Но человек, который не связан, не имеет свободной воли. Но Христос сказал, да будет воля твоя. Это все, что он на самом деле, ах, стать преданным душе, потому что на самом деле нет Божьей воли. Но он имел в виду реальность, быть реальностью, да будет воля твоя. Но нет воли твоей, нет такого. Нет воли твоей, он имел в виду не твою волю, он имел в виду реальность, пусть реальность будет реальностью. Правильно, реальность это реальность, но чтобы сделать это известным, он сказал, да будет воля твоя. Но это только частичная истина. Не воспринимайте слова буквально. Да будет воля твоя означает, что вещи таковы, каковы они есть. Идеальное, чистое, истинное я. Вопрос. Роберт, личное я ищет освобождение. Если маленькое я это концепция, то как оно начинает весь этот процесс поиска? Маленькое я не существует. В действительности оно никогда не существовало. Оно не существует и сейчас. Все начинается, когда вы просыпаетесь по утрам. Это время для того, чтобы взять себя в руки. Не позволяйте маленькому я завладевать вашей жизнью, когда оно просыпается по утрам и сразу же начинает беспокоиться, думать о вашей работе, думать о вашей семье, думать о вашей одежде, вашем завтраке и обо всех подобных вещах. Это время для того, чтобы поймать себя. Это время для того, чтобы понять, «Я есть Брахман, я есть вечное истинное Я». Нет никакого личного Я, его никогда не было и никогда не будет. Есть только чистое осознавание, и я есть то. Признайтесь себе в этом утром, когда вы встаете с постели. Тогда не будет никаких концепций и нечего будет начинать. Но если вы не сделаете этого, то именно личное Я начнет ваш день за вас. Со всеми своими проблемами, со всеми своими понятиями и всем своим хламом. Все зависит от вас. Пробудитесь и будьте свободны. Роберт, насчет того, что вы сегодня говорили. Когда я размышляю над этим, то верю в то, что я Бог. Но я не понимаю вот чего. Если я вижу, что я Бог, то как я позволю себе увязанность в этой ловушке, думая, что я ограниченная личность со всеми этими проблемами и тому подобными вещами? Это все идет от Самскар. Из всех видов иллюзий, в которые вас приучили верить еще в те времена, когда вы были в церкви, вашей семье и вашем окружении. Все это сформировало из вас то, чем вы сейчас являетесь. По мере того, как вы признаете истину о себе, все остальное начинает растворяться до тех пор, пока оно полностью не уйдет. Тогда остается только ваше истинное я. Спасибо. Какие-то комментарии, вопросы? У меня есть комментарии по поводу вашего указания, которые вы дали мне перед тем, как я задал этот вопрос. Я думаю, что суть этого в том, что мы должны изменить нашу систему убеждений и делать то, что должны, учитывая то положение, в котором мы находимся. И я думаю, что единственный существующий эффективный метод для изменения системы убеждений для работы над собой без привлечения других людей. Это использование подсознательного восприятия. Так что если это кому-то интересно, то я думаю, что мы могли бы создать примерно такой текст. Я есть чистое осознавание, я есть блаженное сознание и так далее. Затем мы могли бы взять магнитофонную запись, например, запись звуков океана, и на эту запись можно было бы наложить наш текст, сделав его таким и тогда мы могли бы проигрывать все это и смотреть, что будет происходить. Используйте все, что может помочь вам. Я думаю, что на том уровне, на котором я нахожусь, это поможет. Тогда сделайте это. Хорошо, есть у кого-нибудь микшер? Роберт, я слышал, что раньше использовался термин «прецептор». Что это означает? Что вы слышали? Я слышал, что использовался термин. Какой термин? Прецептор. Прецептор? Кто использует этот термин? Просто в книге, которую я читал, использовался термин «прецептор». Я слышал, что некоторые другие учителя говорят, будто они, некоторые учителя действуют из сознания «прецептора». «Интересно, что это на самом деле означает?» «Кто знает, кого это волнует?» Ученики смеются. «Кто хочет знать?» Смех. «Видите ли, наша ошибка заключается в том, что мы увлекаемся всеми этими словами. Зачем мы ищем слова?» «Ищите безмолвие. Будьте спокойны, будьте тихи. Ваш прецептор это безмолвие. Мы можем читать высказывания, газетные заметки, книги и отдельные предложения. Мы можем интерпретировать писание. Мы можем работать над всем этим до посинения. И мы никогда никуда не попадем». «Именно это случилось с вами?» Ученики смеются. «Я посинял?» Смех. В целом смысл духовной жизни заключается в том, чтобы просто избавиться от всех этих понятий, идей, слов и догм. От всех этих вещей, которые вытаскали с собой в течение многих лет. Когда мы освободимся от этих вещей, тогда станем совсем легкими. Разгрузите себя от всего этого. Никогда не ищите новые слова, новые формулировки и новые значения. В этом случае вы просто добавляете себе мусора. Опустошите себя целиком и полностью, и вы будете свободны». «Сэр!» «Фред!» «У меня есть наблюдение, которое вы можете прокомментировать». «Конечно». «Вы часто говорите мне, что в реальности нет ничего, ничего нет. А на днях у меня было сновидение, и я думал о нем. И мне казалось, что это сновидение пришло из ничего. Я стал его свидетелем, и оно вернулось в ничто. И это также произошло со мной. Галлюцинация ли это, реальна ли она, возникает ли она от воздействия наркотиков, но она возникает из ничего. Я свидетельствую ее, и она возвращается в ничто. Это напомнило мне ночь, о которой я рассказывал. Когда я был на таком месте, откуда я мог видеть взрывы и огромные клубы дыма, когда я слышал вой сирен, а над моей головой летали вертолеты, я рассказывал вам о том, как мне было страшно. Вы дали мне возможность спросить вас, какова была бы ваша реакция, если бы вы были там. И вы сказали, все это внутри меня. Как я понимаю, это говорил не тот Роберт, который сидел в кресле, и все это появилось не в нем. Это были вы, как вселенское сознание, или чистое осознавание. Можете ли вы прокомментировать эту мысль? Вы правы, но это не только мое чистое осознавание, это также и ваше чистое осознавание. Это все одно. Таким образом, все, что со мной происходит, происходит и с вами. Возможно, разница лишь в том, что я знаю об этом, а вы нет. Я отождествляюсь с телом, с телом и с вещами, связанными с телом. В то время, как я, когда вижу что-то, понимаю, что это все происходит внутри меня, что это подобное изображение. Все это происходит как изображение. Это наложение на истинное я. На истинное я с большой буквы я? Да. В то время, как вы видите его, как ваше отождествление с проблемой, как часть проблемы, как что-то внешнее от вас. Вот в чем разница. Спасибо. Так что будьте своим истинным я. Постараюсь, надеюсь на лучшее. Мэри, вы не хотели бы почитать жняне. Конечно, Роберт, я бы хотела. Мэри читает жняне. Спасибо, Мэри. Не забывайте любить себя, поклоняться себе, преклоняться перед собой, молиться себе. Ибо где пребывает Бог? Внутри нас смех, вас, как вы, мир вам. У нас есть сегодня еда для просады? У нас есть цветы? Смеется. У нас есть цветы? До следующей встречи. О, у нас есть там какой-то просад. Ну, мы можем задержаться немного дольше. Ученики смеются. У нас есть грейпфрут. Субтитры Субтитры создавал DimaTorzok